Я из Владивостока, 17 лет. Начинайте с чего хотите. Ты ведь девочка образцовая. Ну же, милая, погляди. У тебя голова свинцовая и холодная сталь, другие. Прочитать стихотворение, басню, прозу, еще спеть или станцевать. Так юные актеры-дальневосточники проходили онлайн-прослушивание в рамках творческого проекта «Поколение М». На кону поступление в ГИТИС. Из 100 участников успешно первый тур прошли 11 абитуриентов. Семеро из них – приморцы. Это Илона Дячина, Андрей Дмитриев, Эмилия Мамедова, Артем Агафонов, Вера Демина, Максим Стецко и Артем Зоткин. Дом, тихо-тихо в нем, я открою дверь. Никого не жду, мне теперь не верит. По признанию Веры Деминой, проход во второй тур прослушивания для нее стал неожиданным, так как о карьере актрисы девочка задумалась совсем недавно. Она с юных лет занимается танцами и готовилась стать спортивным психологом. Но одно сообщение изменило планы. Маме за несколько дней написала ее знакомая, что есть вот такое прослушивание. Послушивание, поколение М, мастерская там ГИТИС, и я решила, что можно попробовать пойти по стопам мамы. Мама Веры – Екатерина Демина, известная в Владивостоке радиоведущая и по первому образованию актриса. Поэтому спонтанный порыв дочери она поддержала. Задатки у нее актерские есть 100% с самого рождения, но я не думала, что она соберется вообще в театральное институт. Даже если она сейчас поедет в ГИТИС, ради бога, пусть едет в ГИТИС. У нас такие отношения хорошие, мне кажется, доверительные в этом плане. Если она поступит, она молодец. Если она не поступит, вообще молодец, еще год отдохнет. История попадания в проект поколения М Максима Стиско оказалась весьма кинематографична. У его младшего брата есть няня, и благодаря ей начинающий актер не упустил момент. Няня знает о моей страсти к актерскому искусству, вообще к кино, к театру. И как оказалось, она рассказала об этом мужу, ее муж, когда ехал в машине, случайно услышал новость от МТС, то, что проходит поступление в ГИТИС. А далее по цепочке эта новость дошла до Максима. По его словам, он еще в восьмилетнем возрасте понял, что театральная сцена – это его. Он творческая натура и к своим 17 годам владеет несколькими музыкальными инструментами, хорошо поет и рисует, а также берет уроки актерского мастерства. Поэтому для таких талантливых и целеустремленных ребят поколение М – это возможность осуществить свою мечту. Поколение М – это творческая благотворительная онлайн-платформа, на которой дети могут регистрироваться и проходить разные творческие мастер-классы, развиваться в любом выбранном их направлении. Ребята, которые активно себя проявляют, получают возможность проходить стажировки и в киностудиях, и дизайн-студиях, и даже выступают на большой сцене с именитыми певцами. Онлайн-прослушивание в ГИТИС на Дальнем Востоке проводят второй раз. Такая форма прохождения первого тура вступительных экзаменов на актерский факультет стала весьма востребована, ведь даже находясь почти за 10 тысяч километров от столицы, у выпускников есть шанс заявить о себе. Мне кажется, это прекрасная возможность попробовать себя и просто в дальнейшем зря не приезжать в Москву, а уже окрыленными появиться в ГИТИСе и проходить следующие туры с уверенностью. Также педагог кафедры актерского мастерства ГИТИСа высоко оценил уровень участников онлайн-кастинга и был приятно удивлен количеству талантливых абитуриентов из Приморья. В ближайшее время начинающие актеры отправятся покорять столицу. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.